К другим новостям. Защитить себя от опасных насекомых необходимо всем казахстанцам. В очереди за прививкой против клещевого энцефалита в основном жители Алматинской и Восточно-Казахстанской областей. Жителям других регионов в случае необходимости придется искать вакцину самостоятельно и платить за укол из собственного кармана. Почему? Знает Алиял Мухамбетова. Александр Вервекин побывал в 18 странах, в том числе экзотических, а потому немало знает о прививках и вакцинах. И вот недавно он выяснил, что в родном Павлодаре вакцину от клещевого энцефалита поставить негде. В Павлодаре я наводил справки насчет получения прививки от энцефалита. Такой информации в Павлодаре нет. Знаю, что делают, насколько я знаю, в Восточном Казахстане, в Алматы. С Павлодаром сложнее. Придется ехать туда? Наверняка придется ехать туда. В Астану, я думаю, точно могут там оказать такую услугу. Это столица. Выяснилось, получить бесплатно вакцину против клещевого энцефалита можно только в регионах, где вводится энцефалитный клещ. В Алматинской и Восточно-Казахстанской областях. Там же делают и платные прививки. Павлодарцы чаще всего ездят в Астану. Я думаю, что платно в частных клиниках где-то эти услуги предоставляются. Можно в платном порядке получить данную вакцину. Либо использовать репелленты, которые являются тоже хорошим средством профилактики. Уколы ставят как в поликлиниках, так и в частных медцентрах. Стоимость разная. К примеру, в Усть-Каменогорске цена вакцины вместе с приемом терапевта обойдется в 4-5 тысяч тенге. Отсутствие вакцины в неопасных регионах не значит, что опасности нет. В прошлом году мы зарегистрировали один случай клещевого энцефалита. Когда мы опрашивали этого больного, он выезжал в Россию, отдыхал на природе. То есть он заразился там, уже больным обратился к нам, и он получил соответствующее лечение клещевого энцефалита. Выписался с выздоровлением и уехал. Если местом отдыха выбрана горная местность, районы с влажным воздухом и лесами, позаботиться о вакцине против клещевого энцефалита просто жизненно необходимо. Ежегодно с жалобами на укусы опасного насекомого обращаются десятки тысяч казахстанцев. И никогда не знаешь, укус какого клеща окажется смертельным. Алиял Мухамбетова, Арман Якубов, Информбюро, Павлодарская область.